Всем привет! Это Лиза Краснова и сегодня вместе с вами я хотела бы протестировать горяченькую новинку от бренда L'Oréal Paris, а именно новую тушь, которая называется Unlimited. И эта тушь обещает, что ваши ресницы достигнут небывалой безлимитной густоты, длины, а также разделения. И сегодня вместе с вами я бы хотела ее протестировать, потому что она интересна не только тем, что она новая, но и тем, что ее щеточка изгибается для более точного нанесения. В общем, сегодня мы вместе с вами посмотрим, влияет ли вот эта подвижность на хоть какой-нибудь результат. Если вы давно на моем канале, вы знаете, что моя самая любимая в мире тушь это L'Oréal So Couture. Я ее обожаю лучше, чем она, для меня ничего нет. У нее обычная, как бы классической, понятной формы щеточка, она силиконовая, у нее небольшие щетинки и она идеально для меня работает. Эта тушь термоустойчивая, то есть она не смывается холодной водой, а только тепленькой, в принципе, любым средством для до макияжа. Я ее обожаю, пользуюсь и люблю ее с первого дня, как она появилась. А если вы на моем канале впервые, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте колокольчик об уведомлениях, чтобы получать новости про все мои новые видео. И сейчас все вместе мы узнаем, возможно ли эта крошка от L'Oréal Paris станет моей новой фавориткой или нет. Но, честно говоря, я уже дошла до того, что я поняла, что не нужно искать что-то более хорошее, когда ты уже нашел свой идеал. Если вы также придерживаетесь этого мнения, напишите внизу в комментариях, какая ваша самая-самая любимая тушь во все времена. Да, несмотря на то, тестируете вы какие-то другие или нет. Я решила, что на один глаз я нанесу тушь в обычном ровном таком исполнении, а в другом согну и будем с вами тестировать. Итак, я эту тушь открываю вместе с вами впервые. Кстати, чтобы она не сгибалась, здесь есть такая защелка, чтобы эта крышечка не поворачивалась. Ее нужно снять и потом тушь открутить. Тушь уже продается в сети Ева эксклюзивно в августе, а с сентября она будет доступна во всех других сетях. Так, щеточка у нас здесь силиконовая. Щетинки расположены ровно, то есть никак не закручены, не заверчены, как иногда бывает. Но они разной длины и если вы видите, тушь напоминает немножко копье. То есть ближе к концу очень короткие щетинки, видимо, чтобы хорошо поддевать даже самые маленькие ресницы. И уже ближе к самому держателю эти щетинки становятся длиннее. Я убрала волосы, чтобы они мне не мешали. Кстати, если вас интересуют мои розовые вот эти вот прядочки, вы можете посмотреть видео о том, как я другой новинкой от L'Oreal это все покрасила. Так что переходите по ссылке здесь или внизу в описании и смотрите. Так, сначала я наношу на один глаз вот этой ровной стороной. Хорошая густота, объем и действительно есть разделение, но у меня такое чувство, как будто бы все, уже больше ничего не нужно. То есть для меня даже сейчас в один слой, мне кажется, что очень классный результат. Я могу сказать, что если у вас чувствительные глаза, возможно, вам стоит быть более аккуратными с этими щетинками, потому что, в отличие от той моей любимой туши, там они более округлые. Здесь они все-таки чуть-чуть более остренькие и они, когда вот вы прочесываете возле самого-самого основания ресниц, могут немножко так, ну вот, колющее ощущение все-таки на веке. Так, ну что, наносим второй слой. Просто я прокрашиваю всегда очень близко к корню и для меня важно, чтобы щеточка не царапалась. Ну, в два слоя это просто уже что-то... Вечерние ресницы и... Все-таки тут уже немного густовато, то есть слишком много средства, как будто. Хотя для вечернего макияжа это был бы идеальный результат. Реснички уже стали чуть более склеенные и их стало не так много, как и было до этого, но они стали более плотные. То есть за счет того, что они между собой немножко ближе встали, за счет количества туши, реснички более тяжелые, что ли, да, вот так сказать. Ну, такие, уже не такие классные, как вначале, потому что сначала мне казалось, что они прям супер, все идеально. Хотя издалека на камеру, мне кажется, что выглядят как раз так, как надо, потому что первый вариант был вроде недостаточный. Если вот так издалека зеркала оттянуть, то тоже хорошо. Такие ресницы будут хорошо смотреться в вечернем макияже. А вот для дневного эффекта даже я, которая использует всегда два слоя, и наносила бы один, и даже не парилась. Так, сгибаем щетку. У меня только проблема в том, что я два глаза крашу одной рукой. Я не знаю, будет ли мне удобно. Кстати, вот эта шеточка, она еще довольно подвижная у основания. Я не знаю, что должно измениться. Не могу сказать, что так мне как-то удобнее. Так, вот по поводу сгибания. У меня суть в том, что когда я крашу ресницы, я прокручиваю вот эту щетку, а когда она в таком положении, это невозможно сделать. Возможно, кому-то это будет удобно, но для меня это пока что не мой вариант. Но пошли на эксперимент, будем продолжать. Я пока что за использование с прямой шеей. А так она все-таки работает больше как расчесочка. Ресницы очень круто прокрашены от корня. И за счет того, что формула такая как будто кремово-желейная, много продукта вот ложится, и он хорошо так распределяется от корня. Вот на корне просто супер классный результат. В два слоя все-таки по длине. Мне кажется, что этого слишком много, как вот для такого макияжа неброского. Хотя, если вы любите выделять просто ресницы, возможно, это ваш вариант. Но сейчас я вижу, что есть такой некоторый какой-то дисбаланс между тем, что мало теней, очень много ресниц, и я такая как будто немножко твиги. Или как вы считаете? Что я могу сейчас сказать? Очень удобная щетка в плане того, что она действительно хорошо прокрашивает, действительно хорошо разделяет. Давайте так, в один слой она хорошо прокрашивает, хорошо разделяет. Дает объем за счет того, что есть очень близкий контакт к корме ресниц. Но в два слоя уже более тяжелый взгляд, это уже более вечерний результат. То есть в два слоя я бы не ходила так в обычной жизни. Но только разве что, если бы мне не нужно было бы действительно вот такие... Эффект нарощенных вот этих ресниц у меня почему-то появляется. Такие они как будто... Ты какая, как курочка из маршрутки. Черный густой цвет. Конечно, вот эта вот гнущая система вообще не для меня, потому что у меня, видимо, нет проблем в принципе с тем, чтобы как-то красить ресницы. И наверняка вот это изобретено для кого-то, кто может быть как-то другой рукой красит, не знаю. Потому что я крашу вот так, а потом вот так. Вот. Но я знаю, что у Lancome есть такая тушь Grandiose. Там такая вообще изогнутая шейка, как раз для того, чтобы вы там как-то особенной техникой наносите эту тушь. Но это у меня делала только Настя Мехеда, официальный визажист свой Lancome в Украине, потому что я когда получила эту тушь, в общем, я с ней мучилась очень долго, а Настя делает это виртуозно и мастерски. Сейчас как раз очень жарко, и это идеальное время, чтобы посмотреть, отпечатается ли она под бровью. Я вернусь к вам уже совсем скоро. Расскажу вам, как обстоят дела с нашей тушью, стоит ли она вашего внимания. И я жду ваши комментарии про вашу самую любимую тушь, а возможно про самую ужасную. Напишите ту, которой стоит опасаться, чтобы никто другой не совершил ваши ошибки. У меня из самых ужасных туши, пожалуй, была тушь, когда мы с Дианой Суворовой в видео Beauty без правил тестировали китайскую тушь, и она была просто жуткая. Это был, знаете, как смола растворенная, то есть ты ее вытаскиваешь из баночки, и там прям тянется такая черная нитка. Ну, это был просто мрак. И когда я нанесла ее на свои глаза, мне казалось, что все, завтра я уже их не открою. Так, ну что, прошло уже очень немало времени, и прелести лета, за что я его обожаю и не хочу отпускать, это то, что сел снимать видео светло, закончил снимать видео светло. Нет вот этого, что солнце встало, ты моргнул, и все, и уже темень-темень, как зимой. Фу, ненавижу. Прошло больше 9 часов, с тех пор, как я нанесла тушь. Уже 210 раз еще припудривала лицо, потому что вообще было такое желание, прям, умыться побыстрее. Но надо же было вам все доснимать. Итак, у меня уже тут даже брови побежали. За это время тушь не отпечаталась вообще. Как это? Я не понимаю, потому что я не наносила никакой праймер, ничего. То есть, вот как тенями намазала, как вы видели в видео, если смотрели, как я делаю быстрый мамский макияж, ссылку оставлю на него внизу, там я использую тени без праймера даже. Ни тени не скатались, ни тушь не отпечаталась, просто какая-то магия. Я только знаю, что эта тушь не водостойкая, потому что я уже один раз попалась на такое. Я попала под кондиционер, когда выходила из парадного, вот летит вода с кондиционеров, и я потерла как бы ресничку, чтобы снять эту воду, которая попала, и на пальчике отпечаталась тушь. То есть, она не водостойкая, не термоустойчивая, потому что моя соу-кутюр, она, как я говорила, смывается только теплой водой, с ней может даже купаться в бассейне, ничего не случится, но от теплой воды, там, душ, например, ее можно легко вот так вот снять, такими как чулочками. Эта тушь нет, она будет как раз для тех хороша, кто не любит вот такие устойчивые формулы. По поводу ресниц, они вот как были такие накрашенные, густые, плотненькие, так и остались. Единственный момент того, что щеточка, она все же более колючая, но за счет вот этой своей формулы, копья, она действительно очень круто прокрашивает, даже самые малюсенькие реснички, вот здесь вот, где-то у основания глаза, либо же можно хорошенько прокрасить ресницы, вот протянуть вот так вот, как бы выложить веерком. И, естественно, я думаю, вы поняли, что моей фавориткой остается So Couture, но эта тушь однозначно очень хорошая, потому что бывает иногда, бренд выпускает новую тушь, просто чтобы взбодрить рынок, а она, ну, не дужит. А эта мне очень понравилась, только еще косяк того, что вот она такая огромная, куда ты ее поставишь? Ну, как бы она красивая, да, поставить ее где-то на тумбочке, типа магазин на диване, но, в принципе, за счет своей такой большой жопки, ее и не везде приткнешь. Как бы так, если вы еще не нашли свою идеальную тушь и вы готовы к экспериментам, вот я вам советую попробовать. Возможно, она станет прям для вас супер классной, потому что, если бы от этого я не нашла свою So Couture, то эта, скорее всего, наверняка была бы моя любимка, потому что я всегда крашу ресницы в два слоя, а тут она даже в один слой уже дает прям такой классный, видимый вау-эффект. Естественно, она не подойдет тем, кто ищет водостойкую тушь, но в остальном, если вы открыты к экспериментам и у вас еще нет своей самой любимой туши, то обратите внимание, но еще если у вас нечувствительные глаза, потому что, если вдруг вы вот красите себе ресницы и часто замазываете века, то будьте аккуратны, что эта тушь может вам поцарапать, если вы будете прям с усердием и упорством пытаться как-то там что-то быстро, красиво накрасить. Я буду продолжать ее тестировать, мне интересно, через сколько она засохнет, потому что вот та моя крошка, она очень долго остается свежей, но бывают иногда такие туши, которые ты открыл, прошло 3-4 недели, а они уже, вот, обычно, кстати, это с люксом происходит, не знаю, почему так. Так что, вот такое было мое мнение об этой горяченькой новинке, если вы уже ее пробовали, пожалуйста, расскажите, как она вам. Спасибо вам большое за просмотр, поддержите это видео пальчиком вверх, если оно было для вас полезным и интересным, и желаю вам прекрасного дня, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok